Друзья мои, всем привет! Сегодня решил провести небольшой эксперимент по разбору вот таких вот картриджей. Недавно я был на объекте, там где заказчики попросили поменять картриджи и один из картриджей я с собой взял. Сейчас мы его рассмотрим, что у него внутри, для того чтобы хотя бы наглядно представлять о его содержимом. Потому что вот эти колбы они уже готовы, их можно просто вкручивать, снимать, то есть это можно делать самостоятельно. Там никаких ключей, ничего дополнительного не нужно, просто вот такое винтовое соединение, просто чук, провернули, зафиксировали, отвернули, убрали, поменяли. Такой же. Те, кто использует колбовые фильтра, у тех есть небольшая проблема, ну и даже не проблема в замене картриджей, то что их нужно откручивать ключом. И бывают моменты, когда резинка уплотнительная просто выходит из строя, ну старение там твердеет и начинает подкапывать. Поэтому такие вот фильтра в этом случае гораздо эффективнее, так как они просто одноразовые. Один раз поставили, время вышло, поменяли и все. Вот эти резинки не успевают просто испортиться. Поэтому сегодня мы их разберем. один картридж, механическая очистка первой ступени. Барьер, эксперт. Интересно, что внутри, мне тоже. Поехали. Сейчас попробуем разобрать этот ключ. Говорят, они разбираются, но не факт. Не могу. Крутишь. Ни хрена, да? Вот, ты так держишь. Идем. Может, он запрестован? Короче, ломаем. Ручной не получилось, попробуем так. Болгарки. Ну что, вот такая вот штука внутри. И она не разбирается. Можно только вот таким вот образом механически вскрыть колбу. Картридж не сильно засорился. Работал он полгода. Следовательно, за полгода небольшое количество осадка осталось на самом фильтре. Мог проработать еще. Но, возможно, проблема была в других ступенях очистки. Тут первая, вторая, третья. Те остальные колбы уж я разбирать не стал. Их у меня и нету. Поэтому, судя по всему, вот такое состояние механической очистки в этой колбе. Ну вот, все. Все, что хотел узнать, что внутри в этой колбе. Оказывается, все то же самое. Только единственное, что фильтр поменьше диаметром. И все. Все. А это все теперь на мусорку. Внутреннее состояние колбы тоже удовлетворительное. Даже практически не замаралась. Я думаю, эту колбу можно использовать как подстаканник, стаканчик. Оп. Оп. Водичка даже еще есть. Не вытекает. Вода в закрытом состоянии. Вот так. Работа по демонтажу и разборке картриджа завершена. Мы узнали, что находится у него внутри. Из чего он там создан. Какое наполнение. У первой ступени механической очистки фильтров Barrier Expert. Вот. Кому интересно, можем разобрать и вторые ступени очистки. Если у кого-то вдруг они есть в наличии, вы можете мне их дать, одолжить. Я разберу и мы посмотрим, что у них там внутри. Пока у меня все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на новых видео. Пока-пока. Трудующий сломать, а? Субтитры сказал ale. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова И где-то Лорус ее Жаломаться on У И Продолжение следует...